Ребят, вы, в общем, сами все видели, как это происходит? Пойдемте на ногу все делать, хорошо? Я объясняю людям, что на территории порта нельзя заходить и снимать. Скажите, пожалуйста, вы знаете, сколько стоит вашего фона? Знаю. Значит, друзья, за моей спиной пограничная служба, ее главное логово в городе Одессе, где, в принципе, сидят все руководители погранслужб в Одессе и в Одесской области. Только что я побывал у них. Вы сейчас увидите все, что там произошло, те пояснения, которые мне дали. Как, в принципе, проходит встреча, прием в погранслужбе, все сможете оценить. Смотрите, наслаждайтесь, получайте удовольствие. Спасибо большое. Добрый день. Здравствуйте. Вы хотели что-то показать, да? Татьяна Николаевна с вами была? Со мной еще никто не был, я не знаю, была ли она. Так, говорите, что у вас. А, извиняюсь, кто вы, что? Подшелковник, мамай. Начали все, кто работают с иностранцами, а не производство. А вы, смотрите, у меня вот мои документы. Смотрите, какая история. Я вчера находился на брусном пункте, я не знаю, наверняка указано, как он называется правильно. Это евротерминал. Я понял, примерно, где это. Я прибыл туда для того, чтобы у меня там есть контейнер, и я хотел его растаможить. Хотел попасть на территорию. Значит, на территорию, для того, чтобы попасть, там находится какой-то пропускной пункт. На пропускном пункте находятся охранники, которые не являются пограничниками. И они не являются... Согласен, вот охрана порта. Да. Да, охрана порта. Понял. То есть, история какая? Пограничников там не было. То есть, я обратился к охране порта для того, чтобы пройти туда. Они сказали, что надо оплачивать какой-то сбор, платить какие-то деньги, там, 8 гривен для какого-то прохода. В общем, какая-то непонятная мне история, за что я должен был оплачивать. Вот. Несмотря на это, я прошел туда, попал в таможенный орган, к таможенникам, начал оформлять материалы дела. Сбежались пограничники, полиция, внутренние... Так у меня сложилось осмотреть. Конечно. Я же вам принес. Это корня. То есть... Нет, паспорт не надо, я же верю, что это... Так нет, то есть же не дело для денег. Паспорт для молодоадминистративной вековедальницы за статая 200 другого. Наверное, да. За то, что я находился в пункте пропуска без пропуска. Да. Без пропуска. Который я должен был купить. То есть у меня есть видеофакт, то есть мне предложили купить его, заплатить его. Кто купил? Там есть будка, сидит девушка, которая представилась работницей порта. Сбежарбитник порта. Да. Портовая служба. Да. Не прикордонная. Нет, нет, нет. Прикордонники мне не просили ничего купить, нет, абсолютно ничего. Вот, но их и не было на месте. То есть там не было представителя пограничной службы, никого не было в форме. То есть не было. Были работники порта, которые мне препятствовали, говорили, что вы не можете пройти, пока вы не купите, там надо было заплатить 8 гривен или какой-то месячный апонемент купить, я не знаю. Я даже не хотел разбираться с оплатой вообще. Я прошел, зашел в административное здание. Паспорт, документ, документ такой посвящен особо при вас. Был на то же? А вот же, они составили по нему. То есть все. У меня были весь пакет документов. То есть какая история. Рома, ты где сейчас? Решались пограничники, полиция, внутренняя безопасность, началась там беготня. Все, ааа, начали кричать, что я пришел туда без пропуска, почему, как, почему я его не оформил. Я больше скажу, я физичную особо, то есть я не... У меня такой вопрос, вы снимаете сейчас? Конечно. Выключите, пожалуйста. Не, я не буду выключать. А на каком основании вы снимаете? А на каком не не снимать? А на каком вы снимаете? Я не хочу, чтобы вы меня снимали. Вы должны понять, что я... Я публичный человек, я согласен, но вы должны предупредить, что я снимаю на видеокамерах. Я никого еще не должен, вы не поняли. Я никому ничего не должен, никого предупреждать. Если у вас есть с этим проблемы, если вы считаете, что вы цивильные особые... Нет, мы военнослужащие все, государственная публичная служба. Это другая вообще история. Я не хочу, чтобы вы меня снимаете. Вы не можете не хотеть, вы есть без... Я вам объясню. Давайте не будем тратить на это время. Давайте начнем с того, что вы находитесь на территории военно-бойнской части. Вот мои документы. Если вы считаете, что я нарушаю какой-то порядок, вы имеете право полностью составить административные документы на том основании, в котором я имею в виду административного правонарушения. Тут есть нарушение устава, понимаете, для требований к режимному объекту. Я не военный человек, у меня нет устава, вы ошибаетесь. Я не починяюсь уставом. Я прошу, раз у меня такая ситуация, я прошу в письмом моем выгляде выкласти эти факты, с которыми вы не согласны. Секундочку, мы сейчас до этого дойдем. Так, так. Мы проведемо переверку службовую по всем этим фактам и надамо вам встановленным порядком ответственности. Смотрите, здесь, я вам объясню, вы же даже не дослушали до конца еще. Во-первых, этот протокол был составлен, я завел ходатайство, то есть я попросил перенести это по месту моего фактического проживания, чтобы дальше там это уже пограничная служба рассматривала. То есть это в процессе еще рассмотрения, то есть вам еще ответить не на что. Мы с вами это... У вас выникла ситуация, вы не согласны еще. Секундочку. Вы бачили факты порушенных, что-то кто-то не дотримается, портоваза, 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 портоваза. Будь ласка, вы кладите письмово, мы переверим это все и надамо вам ответственность. Вы мне, это понятно, по протоколу вот этому, по протоколу, по административному правонарушению, мы с вами должны это дело рассмотреть по фактам, которые произошли вчера. Это еще не законченный протокол. Я розумею, постановы про вас не имеющие на руках, так? Абсолютно верно. Вот я для вас пришел в управление, чтобы мы с вами сейчас оформили меня за вчерашнее нарушение. Если таковое было... Материалы находятся в Одесском прикордонном законе, это управление. Вот материалы. Вот эта вот бумажка и есть материалы. Я напишу их. Рапорта військовослужбовцев. Так это и есть ваша работа. Я розумею, вы кладите нам это все письмово, чтобы нас был зареистрован то, что вы до нас вертаетесь. Про административное правонарушение, протокол, административное право разбирательства вообще не предусматривает никакого заявления письменного. Мы с вами находимся в процессе разбирательства. Пожалуйста. Я зрозумела. Посадовая особа, я ка? Буду сейчас это рассматривать. Ее сюда, в моей системе. Сейчас мы связываемся с этой посадовой особой. Теперь мы принимаем правовое решение. Скажите, пожалуйста, ваше прозвище. Ирина Годиняк ма в месте цей фарм. Здесь покажем моему споробитнику, а не мой. Тут есть моя фамилия, есть дамы. И еще я хотел бы от вас услышать. Как мне, как гражданин Украины, бесплатно попадать к таможенному органу через вашу пограничную службу? Справа в том, что, чтобы попасть в зону митного, в пункт пропуска, так, есть визначенный порядок. Он находится в дополнительном режиме правилах, которые подтверждаются наказом. Они находятся на сайте. Да я у вас сейчас управление, зачем мне сайт? Вот вы уже здесь, вы есть лучше, чем сайт. Сейчас я на ваши вопросы все ответственные, Олег Иванович, так? Да. Олександр Иванович, так? Так, сейчас про ваше прибытие от Вищесающего командования. Я такая значимая особа? Так, естественно. Хорошо. А вы бы разбежали все, все? Ни, ничего, мы никуда не втекаем. Никуда не втекаем. Все остаются на месте. Буквально минуты. Спасибо. Здравствуйте. Это с приводу того, что вы снимаете воинскую часть на видео. Переверните. Не надо, это моя камера, руками я прошу, не трогайте. На меня не направьте. Почему? Потому, а кто? Вы кто? Вы что, не видите, черное чистое. Так у вас даже не видно, что там у вас висит. Представьтесь, как вас зовут, что? Дуй представьтесь, по-моему, вы пришли. Так я всем представлюсь. ЭПП, а тут, как вы пришли вообще? Так вот, держите, куда? Я вам документы даю. Вообще не все с вами. Скажите, вы со спины будете стоять общаться? Нет, я буду за вас. Так в чем проблема? Скажите, вы серьезно? Я спрашиваю. Что вы делаете? Ничего. Руки уберите немедленно от камеры. Что такое? Что происходит? Я при исполнении. Я тоже, извините меня. Я говорю, в Украине, я вам показал, пожалуйста, вот мои документы. В чем проблема? Вот мой паспорт. Что вы вырываете камеру, у меня с рук? Что это такое? Что происходит? Я не могу понять. Вас как зовут? Заходите все. Что вы стесняетесь? Я нарушаю, может быть, что-то или что? Кого-то я нападаю на кого-то. Или вы считаете, что вы можете на граждан? Право. Здесь снимай. Пока мне не представить. Причину не скажете. Все сказал, вот мои документы, вот моя причина. В чем проблема? Куницкий. Кто такой Куницкий? Так. Что это за нападение? Отпустите. Какое нападение? Я сам буду принимать решение, что мне делать. Я нахожусь в комнате приема граждан. Вы находитесь в воинском подразделении, в воинской части. И что? Где боевая часть. Пожалуйста. Я не нападаю на вас абсолютно. Камеру сниму. Еще раз сказать. Не надо на меня голос повышать. Камеру уберите. Голос повышать на меня не надо. Что за цирк устроили? Это вы цирк устроите. На меня в голову. Сейчас я вас снимать буду. Так в чем проблема? Я не буду снимать. Уберите камеру. Я не буду. Я имею полное право. Какое? Полное право снимать. Вы снимаете на улице. Еще раз секундочку. Я нахожусь в комнате. Еще раз говорю. Здесь закрыто весь полный местечко. Вы даже не представились. Как вас зовут? Еще раз. Как вас зовут? Давайте разберемся. Снимите камеру. Вы требуете. Как вас зовут? Кто вы? Как вас зовут? Еще раз говорю. Не надо на меня кричать. Я не кричу, а говорю. Кричать на меня не надо. Это военный голос. И что? Кричать не надо? Уберите камеру, говорю. Я имею полное право снимать. Вы хотите на меня напасть? Вы хотите на меня? Вы адекватный. Ну вы ко мне приближаете. Получайте голос. Сейчас представители медицинской службы позовем, пускай вы адекватны или нет, что я не пойму. Как вас зовут? Ваши документы еще раз. Я вам показал. Вон мои документы. Вообще я не пойму, с чем проблема, протокол. Так, кто такой? Вообще неадекватно. Так, наверное, врача надо сюда. Освидеть вас. Что это за такой паскод? Камеру привезти? Я не буду брать камеру. Я камеру брать не буду. Если вы хотите, примените. Вы нездоровый человек, мне кажется. Документы ваши сейчас проверяются. Еще раз, прийти к камеру. Мы с вами пообщались уже. Я не против. Я могу сам вызвать. Я могу сам вызвать, если хотите. Я не против. Вызывайте органы полиции. Вызывайте камеру. Я еще раз говорю. Я гражданин Украины. Камеру уберите. Как вас зовут? Как вас зовут? Вы представьтесь. Нет, вы сейчас уберете камеру, потом будем разговаривать. Мне условия не надо. Это не ультиматумы. Представьтесь. Как вас зовут? Кто вы такой? Удостоверение. А потом требуйте. Так это происходит по закону. Сначала вы представляете. Камеру уберите еще раз. Будьте любезны. Представьтесь. Как вас зовут? Скажите. Кому? Мне. А вы кто? Гражданин Украины. Вот мой паспорт. Я червозчастый. Как вас зовут? Имя, фамилия? Зачем вам надо? Ну, чтобы знать, что вы посудовое особо. Вам предельщики? Теперь да. Какие? Да вы ведете себя неадекватно. Ну а вы неадекватно верите. То есть вы считаете, что вы так встречаете граждан, это есть адекватное поведение? Вы себя неадекватно ведете, просто камеру убери. Да я сам буду решать, что вы не делаете. Скажите, а что это происходит? Нападение? Это просьба? Так, это просьба. Если это просьба я могу отказаться на основании... Вы находитесь на территории воечной частины. Это режимным объектом. Понимаю. Съемка тут без погоджения, заборонена. Если я что-то нарушаю, вот мои документы. Вы нарушаете режим пребывания, вы выйдете с территории воечной частины? Так мои документы забрали у меня. Девушка пошла, мой протокол забрала. А вот ваш документ. Нет, мой протокол, который я принес. Это не он? Какая девушка забава? Вы даже не знаете... Это мужчина, это не девушка. Нет, девушка не забава. Мужчина, я вас дуже чемно попрошу. Я не мужчина, я Александр забава. Александр, я вас дуже чемно попрошу покинуть территорию войсковой частины. Вы меня погоняете? Иначе мы вымышлены будем вас отсюда провести. Силу применить? Так точно. На основании чего? На основании закона Украины про державную прокуратурную службу. Я что-то нарушаю? Берем, берем его, короче, воню. Ну берите, давай. Руслан, пошли. Давайте. Можете нас снимать? Давайте. Я снимаю вас и так. Берите, давайте. Я пришел для разбирательства, ребята. Так я нормально. Я хочу с вами общаться. Так общайтесь нормально. Так это мое право. Кто мне это право запрещает делать? Это мое право. Я гражданин Украины, и у меня тоже есть права. Я не хочу, чтобы вы показывали меня по всему миру. Так вы на службе. Вы мне не можете не хотеть. На службу, ребята. Надо Bristolу и в Тюбастоположную службу. Есть такое поняття. Есть территория Порта? Да, а есть пограничная зона? Нее. Пограничная зона? Есть территория Порта. Территория Порта, вы знаете, она начинается, где стоят. Охрана, Порта и так далее. Это территория Порта. Есть территория пункта пропуска. Это ок번. Вот за самую дилянку пункта пропуска відпов跑ительно прикордонники. Там же для оформления, где транспортные засоби. Это прикордонный режим пункта пропуска. Мы за это отвечаем. А за территорию в ход порта, ну, это не до нас питание. Александр, все заразумело? Заразумело. Дуже вам дякую, давайте пять, и, будь ласка, покиньте территорию за свои камеры. Не могу вам пожать руку, к сожалению. Спасибо. Что, потому что камеру держите? Нет, потому что вы вели себя не очень хорошо. А, ну, это тоже. Спасибо. Будьте здоровы. Я вам объясню ситуацию. А вы звоните там, кому вы подчиняетесь. Мы пришли к таможне. В таможне нам надо. Вот, мы хотим попасть в таможенный орган. Нас вот другие структуры не интересуют. Куницкий Александр меня зовут. Куницин? Куницкий. Да, у нас... А вы Никонова? Да, да, да. Да, СБУ написано, да? Нет, нет. Просто... Куницкий, да? Да. Значит, будьте добры, тут у нас записано. Пускать только... Отлично. У нас нет, поэтому... Так я же говорю, нам надо, чтобы сюда... У нас и объясню вам ситуацию. Чтобы вы позвали своего старшего, и мы с ним будем пообщаемся по этому поводу. Я же говорю, он на это вот, на Дарья. Ну, другой. За два километра отсюда. Только сказать через бюро пропуск. Частными лицами оформляют пропуск. Что? Ну, руководство сказал, только через бюро пропуск. Так я вам объясняю, что я частное лицо. Частное лицо не имеет права зайти просто... Я хочу свой товар остаможить. Ну, так кто вам против? Пожалуйста, у вас есть экспедитор. Так, кто частным лицом... Нет, у меня нет, я частное лицо. Мне не надо экспедитор. Я сам себе экспедитор. Я частное лицо. На территорию... Я не... Слушайте, я иду в... Руки, пожалуйста, назад. Руки от меня убери. Назад верните. Да я говорю, я иду в государственный уровень. Да руки уберите от меня. Назад вернитесь, я сказал. Руки уберите. Вернитесь, пожалуйста, назад. Перенимайтесь хернёй. Руки от меня. Смотри, как он кидается. Да я иду в государственный уровень, он же больной. Идёмте по гунцам. Так идёмте. Мы же не против. Короче, у вас на дверях не работает. Пойдём, где идти? Да, приёмное помещение было вот здесь. И все приходили сюда, к инспекторам. И здесь все осуществляли приёмы подачи документов. В связи с чем сейчас это вниз переехало? В связи с моим приходом? Я не готов вам сказать, кто у вас принимал документы вчера. Вот здесь, в этих дверях, да? Ну да. Не готовы сказать. Всё внизу, да, осуществлялось там? В хапе в этом. Никто здесь не подавал документов ранее. В этом кабинете. Только тут закрыто теперь. Приём документов измерительного оформления сдаётся на канал на обе. Нормально. Всё поменялось. Вот так всё быстренько стало. По сути, если говорить, то... По сути, если говорить, что у вас здесь ужас, по сути. Если говорить по сути. Можете поспособствовать? Я уже был и у Миколи, и у Олега, и у Висухого такого, я уже не знаю, кто тут. Просто контрольный звонок другу надо было сделать, там, заму одному из... Ну, просто шкода, что мы в Украине что-то меняем, но каждый хочет деньги. И все. Ну, один из брокеров уже от футбола сегодня, потому что, ну, я не хочу тут таможиться, тут мне не дорого. Иди сюда, 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 сюда. Вот она, третья заветная рампа. Сейчас будет происходить досмотр, это самая интересная часть, причем досмотр буду проводить я. Вин-коды вам надо? Да нет, Вин-коды. Расскажи, что такой шик. В какой именно шик? В дверях. Открываясь в машину. На дверях? А под стеклом Вин-код не подходит? Вин-код. Вот эта? Да. Не вот так, а которая к тебе сейчас параллельная. Вот эта? Внизу, вниз, смотри, треугольничек такой там будет. сзади. Вы не открываете там машину? Ааа?... Не открылась Special! кнопочку кнопочку там нету вот тут вот тут под ручкой как будто берете отчего это вдруг о бейсболочка почти новая красава все четыре это зарядка он идет в комплекте зарядка они во всех лежат это первая это вторая это третья это четвертая плохо получилось ну ты как бы оператор знал и может что они не будем оконсал покажи покажи не на серьезно ну и потом сможете зарплату в этом месяце били на двоих в управлении одесской мытнити дфс висят такие вот вот такие вот объявления о том что стоп коррупция вы можете позвонить написано круглосуточно по номеру 044 284 007 и ни один из этих номеров точнее тут один он не отвечает как бы вы не набирали все время говорит информация о том что номер набран неправильно то есть если вы допустим захотите заявить о каких-то фактах коррупции или еще чем-то и попытаетесь позвонить на круглосуточный номер вы не сможете звонить потому что номер не обслуживается потому что по всей видимости в данном органе нету коррупции поэтому нет смысла заявлять и нет смысла звонить можно приглашать приглашать тогда раздвинется что-то смертное кого приглашать? в телевидении можно взять и съел блять вы видите забрали у меня забрали у меня груз вообще блять незаконный просто незаконный мало того что требовали пятерку денег и теперь пятерку требовали? да ну я бы уже если так это все получилось я бы уже дал а теперь вы представляете они потеряли этот груз? склада нету сейчас я буду извините это собственник склада нету и груз ваш получается ушел в никуда вы представляете а где стоял на евротерминале? нет здесь на Цветаево у них договор с таможней там специально я там так боролся чтобы не выгружать там и что они говорят что они будут искать его не будут или что пишите заявление как всегда да вот помогите нам мы сейчас не можем сами забрать там рост они просят у вас помочь им? ты представляете ну это вообще бред какой-то белая фирма блять каждый блять раз эти досмотры полные а модным блять вообще ты понимаешь вот я иду сейчас официально оформляюсь у меня к примеру уже 250 тысяч гривен у модных блять сто тысяч гривен ты представляешь мне дешевле модным отдать чем они отработали чем я официально ну естественно и не дают просто работать Ксения Сергеевна? Ксения Сергеевна вас зовут да? а просто здесь написано секретарь Ксения Сергеевна подскажите пожалуйста я хотел бы записаться на ближайшее время на прием к руководству по оформлению груза я говорю тут коррупции не будет ты хочешь заниматься коррупционными схемами ты кто? в Запорожье едет разбирайся Одесса это наш город и тут мы общественность ты кто такой я говорю иди отсюда руки от меня убери я говорю иди отсюда в Запорожье ты кто такой? в Запорожье давайте секунду успокоимся давайте нервы успокоимся подчекайте он записался на особистый прием давайте мы особистый прием не надо устраивать шоу на Одесской митнесе я вас прошу этот человек в Запорожье так завали рот и сядь иди отсюда ты голова я тебе говорю покинь помещение давайте успокоимся пусть он решает в Запорожье свои дела давайте успокоимся секунду это государственная организация тут приходит прием особистых граждан это блогер который коррупцию коррупцию разводит давайте мы эти питания вырешим позже присядьте, пожалуйста, там шановники давайте вы куда придем, пожалуйста проходьте Александр, проходьте дальше туда вот туда под векно и не провокуйте переходьте на особистости они уедут с вами Александр, я не прошу вы вырешите первые питания с ним грубо 1 вроде да вы сейчас мы не пришли сюда иди сюда что, в 35 минут уже вроде? да ты не могу переносить очень 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 что они пришли вчасно потому что мы уже начали прийти вчасно тяжело было очень прорываться к вам но у нас точно не первый почему, пожалуйста что вы уже готовы задавать вопросы поэтому стоит подвести подождите я для вас повторю почему так много тут людей потому что я уже сказала что вчера все эти люди были присутни на встрече с бизнесом я бы сказала что не могла принять это это 4 автомобиля у юрлиц процедура немного легче вся процедура заключается в том что вам необходимо подать электронную декларацию через интернет и ждать пока ее таможенники примут другое дело что таможенник ее не принимает ваша декларация может висеть день, два, три у некоторых неделя были люди которые приходили на брифинг рассказывали о том что у них по 3 недели эти таможенные декларации никак не затягиваются буфер никак не тянется но история была не в этом все же хотелось оформить автомобиль aram Khan физического лица то есть от меня или допустим не смогли прийти и и позиции расскажите на свойод этом автомобиль это сделать по сей день не удалось то есть почему не удалось вы можете видеть писали такие что потому что таможня и около плавающей таможни ко мне боятся что повально люди пойдут на таможню и будут без услуг брокеров самостоятельно которой я похожу на небольшой И как бы ничего в этом сложного нет, есть своя специфика. Мне также с первого раза не удалось правильно оформить декларацию, то есть у меня были несколько мотивированных отказов от таможенников, они очень просили сообщить о том, что они были, да, они были, и таможенники в комментариях под прошлым видео очень переживали. Но дело не в этом, все равно я получил отказ, который незаконный, этот отказ сейчас оспаривается, будем все равно проводить растаможить автомобиль. Также для дальнейшего понимания происходящего, хочу вам рассказать, что я ездил в город Киев, в главное управление таможни в городе Киеве, и пытался разобраться в ситуации там, объяснить, что возникла ситуация в Одессе, при которой я не могу попасть в евротерминал. Там вообще все настроено не для того, чтобы люди туда приезжали, там стоят огромные заборы, огромные решетки, попасть кому-либо физически туда невозможно вообще. И вообще я хочу вам сказать, что если настанет какой-то день Х, и что-то будет страшное происходить на планете, обязательно бегите в Киевскую таможню, там очень все усиленно охраняется, там большие решетки, там все серьезно, солидно, там много охраны, и если вы туда попадете, вам удастся пережить апокалипсис как минимум. После этого я вернулся в Одессу, в Одессе я присутствовал на несколько брифингов, то есть был брифинг с представителями бизнеса, которые приходили в Одесскую таможню, было тоже очень много интересного, приходили люди, высказывались о проблемах, то есть очень много было жалоб, вы это не сможете посмотреть, это связано с тем, что после моей личной записи к руководителю Одесской таможни, меня приняла зам, которая собрала очень много людей, почему-то на личную встречу со мной, это были представители разных бизнесов и общественники, и все люди были агрессивно настроены, и после встречи, после того, как она закончилась, все люди прямо в помещении таможни ожидали нас для физической какой-то расправы, то есть их там было действительно очень мало, очень немало, вот, очень были они агрессивно настроены, в итоге все же разбили камеру мне, очень они хотели это сделать, ну не только они, в принципе, за всю мою карьеру, камера больше моя не работает, и вместе с камерой, вместе с батарейкой, которая отлетела, и которой они тут же ее схватили и убежали, также вылетела и флешка, поэтому не увидите вы, в принципе, кадры, но по большому счету все, что вам необходимо, я заснял, также я после этого ввел съемку на телефон, на телефон тоже пытались меня забрать, выхватить, разбить, но все же, может быть, не в таком хорошем качестве, как засняла бы камера, но вы увидите и сможете оценить ту ситуацию, которая там творилась, хочу сказать огромное спасибо моим подписчикам, моим друзьям, потому что пришлось мне все-таки позвонить, пописать людям, чтобы приехали, выручили меня, помогли мне с этой ситуации вырваться, и приехали действительно люди, мои подписчики, которые помогли мне, которые просто выхватили меня из лап этих таможенников вместе с тетушками и вывезли меня за территорию таможни этого, этого их управления, вот, к счастью, все обошлось нормально, я жив-здоров, но люди в Одессе по-прежнему очень агрессивно настроены и очень радикально они хотят решать вопросы со мной и со всеми теми, кто будет выступать против коррупции на Одесской таможне. Тем не менее, друзья, я не советую и не рекомендую вам сдаваться, те люди, которые пытаются бороться, в том числе и с Одесской таможней, я встречал их на Одесской таможне, и они пытаются, стараются, противостоять, не платить взятки, очень отважные люди, потому что в Одессе действительно все очень, очень как-то застряло в 90-х и напоминает это на самом деле какие-то фильмы про криминал, это не похоже на европейскую страну, вообще в принципе не похоже, я думаю, что по этому видео вы поймете. Ребят, очень много людей мне написало после первого видео, также я думаю, что и после этого видео будет очень много фидбэков мне, я вас очень прошу, если кто-то желает присоединиться к людям, которые вот сейчас на Одесской таможне устраивают противостояние, то есть есть люди, которые действительно планируют и провести акцию, и в Киеве, и в Одессе, которые хотят собраться, которые хотят протестовать, я думаю, что дополнительно, если они это надумают делать, они сообщат мне, и я на своем канале опубликую информацию о том, когда это будет происходить, пишите, пожалуйста, присоединяйтесь, я думаю, что совместно с вами вы есть единственная сила, которая может сдвинуть эту коррупционную кормушку, и я думаю, что Одесская таможня так или иначе заработает когда-то по закону, я верю в то, что все-таки там есть люди разумные, которые поймут, что проще, наверное, с людьми работать нормально, нежели воевать. Поэтому пишите, ребята, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь также на мой инстаграм, я тоже там публикую информацию, если что-то оперативное, я выхожу в лайв, поэтому до встречи, пока! Заходи сюда, заходи сюда, заходи сюда! Вы что-то не такие были, не такие смелые были, когда, когда? А нам что-то знать, нам пофер, что они какие-то! Давай будем как-то конкуртивно, ну, блядь, все! Ты что, балаклава-то вдвоем, всем стоянник, и ты! Это не шуток, блядь! Пацаны, давайте, мы с подбольным все это делаем. Сашуля, ты думай, не сюда! Сейчас ты все решишь, сейчас я не знаю сам, кто ты какие-то. Что это такое, вы кисти, такое вам хозяева жизни, начали, блядь, бизнесом-то заниматься, что ты что-то? Кто тут бандит? Давайте! Пристаньте, пожалуйста! Что вы прилетели на него? Тихо, давайте не устраивать, это полаган движение, я полаган не устраиваю. Все нормально! Блоня ты хуя! Пацаны, договорились! Да, да, да! Грузите, грузите, грузите! С этой стороны! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...